добрый день дорогие зрители и коллеги начинаем нашу пресс-конференцию сегодня мы поговорим про историю здания на улице троицкой 5 у нас в студии александр бердик архитектор и реставратор и ольга подушкина главный архитектор проекта добрый день добрый день александр первый вопрос к вам расскажите просто коротко в целом об исторической архитектуре днепра город днепр входит в перечень исторических населенных мест украины благодаря сохранившемуся первоначальному планировочному генеральному плану города 1792 года и он наличие насчитывает большое количество исторических зданий которые входят как и и ценно историческая застройка памятники архитектуры местного и национального значения а также есть много памятников истории памятников инженерного искусства и других объектов в этот же перечень входит и рассматриваемое нами здание по улице троицкой 5 это здание категории памятник архитектуры местного значения охранный номер 26 она построена в 1913 году построена достаточно быстро по тем меркам за один год и было построено по функциональному назначению как доходный дом для состоятельных граждан города там были достаточно шикарные планировки просторные комнаты квартиры достаточно презентабельная парадная лестница и по традиции в таких домах существовала и черная лестница для прислуги для вспомогательных как бы потребностей здание по цокольному этажу использовалась как место для лавок для мелких контор и в общем то такое назначение цокольного этажа сохранилась и до нашего времени в 1918 году здание было национализировано и включено в перечень кооперативных зданий коммунхоза городского вот после 18 года это было здание для размещения там коммунальных квартир когда в одной квартире находилось сразу несколько семей до второй мировой войны здание находилось в прекрасном состоянии во время войны она пострадала незначительно но уже в 60-е 70-е годы все-таки срок определенный у здания есть были проведены ремонтные работы по замене балконов те балконы которые были изначально с кованными решетками ажурными они были демонтированы и установлены из серийных железобетонных элементов такие простенькие которые памятнику архитектуры мягко говоря но не совсем подходят в 70-х 80-х годах там были проведены мелкие текущие ремонты которые на общее состояние здания особого влияния не имели но в конце 80-х когда деревянные балки перекрытий уже пришли в ветхость встал вопрос о проведении достаточно серьезных капитальных ремонтных работ в конце 80-х здание было отселено и в начале 90-х годов были начаты работы по его капитальной реконструкции тогда вопрос реставрации не стоял было демонтирована крыша полностью были демонтированы перегородки планировочные были демонтированы полностью перекрытия здания были демонтированы лестничные клетки остались только несущие стены и приступили к замене деревянных перекрытий на пустотные плиты эти работы продолжались недолго буквально в течение какого-то небольшого времени часть перекрытий была устроена и потом финансирование прекратилось и на этом закончились работы и к сожалению здание не было подготовлено к длительному времени ожидания новых работ оно не было но есть такой термин консервация здания оно не было законсервировано и более 20 лет находилась вот в таком раскрытом для непогоды состоянии что и привело к серьезным его деформациям к деформациям также привел и тот факт что строительные материалы в частности плиты перекрытия недостаточно тяжелые они были соскладированы на верхних плоскостях стен концентрировано что привело к неравномерным нагрузкам на фундаменты появились трещины просадки и поскольку уже была ликвидирована отмостка вокруг здания замокали фундаменты и это отразилось на несущей способности здания для того чтобы приступить к работе по этому зданию согласно действующего законодательства как к памятнику архитектуры заказчикам были за заказаны работы по разработке проектов зон охран которые регламентировали что вокруг этого здания и в каких параметрах можно строить эти этот проект был рассмотрен и утвержден согласно действующих правил также к этому зданию поскольку там предполагалась не только реставрация а и замена ветхих одноэтажных зданий на этом участке на более современные более просторные повышенные этажности было разработано необходимое на то время историко-градостроительное обоснование которое прошло все этапы рассмотрения и было согласовано на уровне министерства культуры и уже в 2014 году был заказан сам проект реставрации памятника архитектуры по улице Троицкой 5 были проведены необходимые для этого работы по исследованию инструментальному исследованию состояния основных строительных конструкций то есть фундаментов несущих стен в каком они состоянии и какие работы необходимы для их усиления также были приглашены специалисты Киевского института химико-технологической лаборатории института Укрпроект реставрации они провели тоже детальное обследование состояния строительных материалов и какими именно материалами можно это здание восстанавливать чтобы не произошло отторжение новых материалов от старых к сожалению часто такое бывает если к этому подойти непрофессионально проект был здание было детально обмерено на основании обмеров были простроены фасады проведено было пропорционирование здания и по результатам пропорционирования были выполнены подтверждения и поиски параметров утраченных частей здания дело в том что крыша была демонтирована и в каком она была физическом размере сложно было установить поэтому это было определено пропорционированием так называемый и также была восстановлена угловая башенка которая даже уже в 90-х годах отсутствовала вот мы сейчас видим на экране это как раз система пропорционирования элементов исторической части здания вот для того чтобы определить какой высоты возможно на территории участка новое строительство был проведен еще анализ существующей застройки улицы это было требование науково-методичной рады министерства культуры украины которая рассматривала этот объект по согласно проекта реставрации было разработано и предложено на рассмотрение три варианта восстановления памятника архитектуры все варианты отличались только завершением поскольку это был самый сложный вопрос у нас не было никаких ни графических ни текстовых материалов какие они были вот науково-методичная рада состоит из представителей достаточно квалифицированных и опытных специалистов реставраторов был выбран именно тот оптимальный вариант который и был согласован согласно действующего законодательства в принципе это то что касается исторической части объекта спасибо большое Ольга переходим к вам расскажите уже немного конкретно о проекте который сейчас реализуется высотность общий силуэт проектируемого и сегодня уже строящегося комплекса не нарушает историческую сложившуюся среду и само здание жилого дома оно состоит из нескольких частей это реконструируемого самого здания по красной 5 с реставрируемыми фасадами пристраиваем по красной линии новыми объемами трех четырех и пяти этажными и внутри небольшой одиннадцатиэтажной башни внутриквартальной которая не превышает рекомендуемую высоту данного ареала которая была решена минималистических фасадах для того чтобы памятник архитектуры здания по красной 5 было максимально поддержано и было на этом фоне рассматривалось максимально исторически сложившейся среде назначение жилья остается неизменным назначение здания остается неизменным это жилье функциональное зонирование здания следующее нижние этажи как и было ранее это коммерческое назначение и встроенный по современным нормам паркинг на 24 автомобиля для жильцов первый этаж это вестибюли и дворовой части вестибюли и соответственно для детей детский игровой центр для взрослого населения это центр досуга верхние этажи это полностью жилые квартиры общая площадь жилого комплекса около 16 тысяч квадратных метров по высоте так как у нас периметрально сохраняемая историческая застройка мы не превышаем исторические отметки и они составляют по максимальной отметке в историческом здании это 19 метров в пристраиваемом объеме которое уже по красной 7 если можно покажите картинки чтобы мы вот в пристраиваемом объеме который идет по улице красной там около 16-17 метров для того чтобы исторический объем наиболее удачно располагался по подчеркивал историческую среду данной территории также в проекте мы максимально подходим к среде и в зоне благоустройства все прилегающие территории дворовое пространство дворовое пространство соседних домов у нас полностью выполняется в современных исторических мощениях подсветка здания выполняется подсветка территории прилегающей полностью выполнено озеленение и комфортные условия для жителей детская площадка восстанавливается расширяется на прилегающей территории отделочные материалы и используются согласно историческому исторически сложившемуся наследию это клинкерный кирпич мелкоразмерный и гранитные цоколь это у прилегающего нового объекта и внутри квартальной застройки историческое здание полностью восстанавливается по проекту реставрации где использованы все современные технологии в чем особенности реставрации зданий такого характера вот это наверное нет особенность заключается в том что к нашему времени здание дошло в достаточно разрушенном нестабильном состоянии за счет замокания стен которые не были закрыты от осадков кирпич пришел в разрушение за счет намокания и в зимний период времени размерзался до ну до микротрещин и на сегодняшний день согласно заключение лаборатории верхняя часть стены третьего этажа практически до низа подоконника окон третьего этажа там практически деструктирован кирпич и было принято решение было предложено и оно одобрено что эту часть здания необходимо переложить для того чтобы сохранить несущую способность как такового сооружения для восстановления разбираемой кладки будет использован старый кирпич который будет собран его уже и собирают из разбираемых частей этого же здания который соответствует тем размерам кирпича который необходим на фасаде после этого будет проведена тонкослойная затирка и покраска здания и в общем-то переложенных частей будет ну практически не видно за счет того что были проведены очень точные обмеры и выполнены чертежи достаточно подробно весь декор не лепной а именно кладочный из кирпича то здесь будет максимально достоверное восстановление первоначального вида здания как рассматривался проект здания на заседании на заседании науково-методичной рады министерства культуры украины здание сам проект был достаточно неоднозначно принят сначала было много вопросов было много незамечания как бы сошлись на том что мы предоставили недостаточно полную информацию чтобы комиссия могла разобраться о всех вопросах поэтому мы собрали все вопросы которые возникли нам предложили доработать мы на это потратили достаточно много времени около двух месяцев нам нужно было сделать дополнительно фотофиксацию обхода и подхода к зданию определения визуальных точек оптимального восприятия и памятника и ново создаваемых объемов была запланирована рабочая встреча с представителями этой же науково-методичной рады когда было выяснено что все вопросы которые нам были заданы их удовлетворяют было назначено еще одно рабочее уже не рабочее а рассмотрение этого проекта в министерстве культуры на котором все вопросы были освещены замечаний не было и проект был одобрен и рекомендован к дальнейшей реализации согласно действующего законодательства давайте теперь поговорим немного о получении разрешительной документации на эти работы это уже наверное ко мне мы на сегодняшний момент уже был разработан уже 2 года назад был разработан согласно действующего законодательства проект это была выполнена стадии эскизной проект это была выполнена стадии проект которая прошла экспертизу получила положительное заключение экспертизы на основании этого был разработан рабочий проект и получен дозвил на будивництво На сегодняшний момент эти все документы имеются в наличии и не противоречат ничего действующему законодательству в нашем объекте. При прохождении согласований не было выявлено значительных отступлений от норм, все соответствует и на сегодняшний момент стройка может вестись без проблем и без противоречий действующему нашему законодательству. Спасибо большое. На этом мы заканчиваем. Всего доброго и до новых встреч. Продолжение следует...